Обращаюсь к вам с просьбой оказать помощь нашему региону в связи с тяжелой финансовой ситуацией, которая сложилась в результате неспособности правительства Республики Хакасия. Глава Совета Муниципалов зачитывает на общем собрании текст второго обращения в Москву. Это не провокация. Деревни и села рискуют встречать Новый год голодными в обесточенных домах культуры. 40 миллионов, которые даст серый дом, не хватит даже, чтобы перечислить зарплату, уверены главы. Без обращения нашего сообщества к федеральным властям мы денег не получим. Другого источника нет. Никто не сможет. Ни Валентина Олегович, ни Владимир Николаевич, ни Ирина Ивановна. До конца года 416 миллионов. Все, до свидос. Челтыкмашев уверяет, он не голословен. Был в Госдуме. Серый дом оправдывается. В долги Хакасия влезла давно. Сейчас на счете, сегодня, минус 670 миллионов рублей. Не плюс, а минус. Почему минус? Потому что бюджетный кредит надо было возвращать. Откуда он взялся? Потому что брали мы эти кредиты, начиная с 2012 года. Глава Совета Муниципалов возмущается. Коновалову нужно было думать, с каким бюджетом он будет управлять республикой. К тому же, в предвыборную кампанию он уверял, что знает, где взять деньги. Извините, вы министром финансов заявление написали добровольно. Правильно? Конечно. Вот и все. И несите ответственность. И вы несите ответственность. Коновалов, да? Валентин Олегович, он тоже добровольно поддал свое заявление, стал главой нашей республики, прекрасно понимая, в каком состоянии находится наша республика. И тоже он должен нести ответственность. Глава Хакасии уверяет, дополнительная помощь из Москвы будет и без обращений муниципалов. Но цифру, в отличие от прямой линии, уже не озвучивает. В декабре она еще будет. По объемам мы сейчас дорабатываем с Минфином Российской Федерации. Но руководителям сельсоветов и районов помощь нужна еще вчера. Я не знаю, как жить-то дальше. И сейчас вот мы свет, у меня 6 декабря это погаснет. И все тогда. У меня пойдут жалобы в прокуратуру везде. Лимитов нет, денег нет. Бюджет закончился на протяжении 6-7 месяцев. С тем бюджетом, который будет у нас на следующий год, до марта месяца и больше я не проживу. Со слов муниципалитетов, Минфин все решает без них. Например, велит районам собрать налоги и арендную плату с мертвых предприятий. У нас нет взаимодействия с правительством. Я согласен ответить за каждую копейку. Вы дайте то, что мне положено по дотациям. Я считаю, что бюджет местного поселения должен формироваться в Республике Федерации снизу. В Хакасии же все шиворот на выворот, говорят главы села Деревень. Были у сельских администраций претензии и к губернатору лично. Вы говорите, мы слабо работаем у нас. А мы не работаем. Мы выживаем. Выживаем со связанной села. И я в этом селе работаю. Я не могу с ними так разговаривать, как вы с нами разговариваете. Одними обещаниями. Ситуация патовая, но губернатор торопился закончить. Мне сейчас придется уйти, потому что там встреча с генконсулом. Монголия меня там ждет уже. Задержалось маленько у вас и собрание. Из графика выбились. То, что от нас зависит, мы делаем и будем делать. Но, к сожалению, это не полностью в полномочиях и местной власти, и региональной. Поэтому я хотел бы еще раз призвать нас все-таки всех сплотиться, перейти к такому рабочему, хорошему взаимодействию. И, видимо, помолиться. Конкретики от губернатора муниципалитета сегодня так и не услышали. Зато Валентин Коновалов посоветовал районам и поселениям больше зарабатывать и не уповать на федеральные деньги. Мысли толковые, но в случае с муниципалами в предсмертной агонии звучит как издевка. Даяна Эвельсон, Евгений Сульбереков, Нотабене.